История шестая. Лаплантка и Финка. Они остановились у маленькой избушки. Надо признаться, выглядела она довольно жалко. Крыша почти вросла в землю, а дверь была такой низенькой, что в неё можно было протиснуться только на четвереньках. В избушке жила одинокая старуха Лаплантка. Она готовила рыбу при свете жировой лампы. Северный олень рассказал ей историю Герды. А сначала свою собственную историю, так как она показалась ему более значимой и трогательной. Герда так замёрзла, что вообще не могла разговаривать. «Ах вы, бедняги!» – запричитала Лаплантка. «Вам ещё предстоит очень долгий путь. Вы должны проехать ещё больше ста миль до Финляндии. Снежная королева живёт теперь там, на даче, и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушёной треске. Бумаги у меня нет. А вы отнесите это послание Финке, которая живёт там. Она и подскажет вам, как дальше быть». Когда Герда согрелась, поела и попила чаю, Лаплантка написала несколько слов на высушенной рыбе и велела девочке беречь это послание. Потом она помогла Герде взобраться на спину северного оленя, и тот помчался вперёд. Небо снова как будто загорелось и стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. В его синих лучах северные олени Герда добрались до Финляндии и постучали в дымовую трубу Финки. В её домике вообще не было дверей. В доме стояла такая жара, что сама Финка, низенькая и толстенькая, ходила, одетая по-летнему. Она сняла с Герды шубку, рукавицы и сапожки, положила на голову оленю кусок льда и принялась читать надписи на сушёной треске. Финка прочитала всё написанное три раза, пока не выучила наизусть, и сунула треску в котёл. Рыба ведь была съедобная, а у Финки ничего зря не пропадало. Северный олень вновь рассказал свою историю, а потом историю Герды. Финка только и делала, что моргала своими умными глазками, но не произносила ни слова. «Ты такая мудрая!» — сказал северный олень. «Может быть, ты изготовишь для девочки такое зелье, которое дало бы ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она победила снежную королеву». «Сила двенадцати богатырей здесь не поможет», — покачала головой Финка. С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он весь был исписан удивительными буквами. Она начала читать какие-то непонятные заклинания и не останавливалась до тех пор, пока пот не покатился градом по её лицу. Олень снова стал просить женщину помочь Герде, а девочка смотрела на Финку такими умаляющими глазами, полными слёз, что женщина отвела оленя в сторону, и пока меняла лёд на его голове, тихонько сказала Герде. Кай действительно у снежной королевы, но он нашёл там всё, чего хотел, и думает, что лучше ему уже нигде не будет. Ведь это из-за того, что ему в сердце попал кусочек разбитого зеркала, и ещё один маленький осколок застрял в глазу. Пока ты их не вытащишь, он останется во власти снежной королевы. «А может, ты дашь Герде что-нибудь, что поможет ей стать сильнее всех?» — попросил олень. «Я не могу сделать её сильнее, чем она сейчас. Но разве ты не видишь, как велика её сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она пешком обошла пол света. Её сила в её сердце, и в том, что она маленькая невинная девочка. Если Герда сама не сможет попасть в замок северной королевы и достать из сердца Кай осколок, то я уж точно не смогу ей помочь». «В двух милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отвези её туда и оставь у большого куста с красными ягодами, а сам сразу же возвращайся обратно». Сказав это, финка посадила Герду на спину северного оленя, и он скорее пустился в путь. «Я забыла сапожки и тёплые рукавицы!» — опомнилась Герда, когда они уже мчались по снегу. Но олень и не думал останавливаться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Там он опустил девочку на землю и поцеловал. По его щекам катились слёзы. Ему нужно было возвращаться. Бедная Герда осталась на морозе одна, без сапожек и рукавиц. В лицо ей летел снег, но он падал не с неба. Небо было ясное, и в нём полыхало северное сияние. Это были разведчики снежной королевы. Герда не обращала на них никакого внимания и всё время шла вперёд. Но что же происходило с Каем в это время? Он, к сожалению, совсем не вспоминал о Герде и уж точно не предполагал, что она может находиться поблизости от снежного дворца. Это был отрывок из книги «Снежная королева».